Часть двенадцатая. К обеду собралось только четверо пансионеров. — Что же наши-то так опоздали? — весело проговорил Алферов. — Верно, ничего у них не вышло. От него так и несло радостным ожиданием. Накануне он ходил на вокзал, узнал точный час прихода северного поезда, 8.05. Утром чистил костюм. Купил пару новых манжет, букет ландышей. Денежные дела его как будто поправлялись. Перед обедом он сидел в кафе с мрачным бритым господином, который предлагал ему, несомненно, выгодную комбинацию. Его ум, привыкший к цифрам, был теперь заполнен одним числом, как бы десятичной дробью, 8,05. Это был тот процент счастья, который покамест выдавала судьба. А завтра... Он жмурился и шумно вздыхал, представляя себе, как завтра с позаранку пойдет на вокзал, как будет ждать на платформе, как хлынет поезд. Он исчез после обеда. Танцоры, взволнованные как женщины предстоящим торжеством, последовали. Вышли под ручку закупать мелкие яства. Одна Клара осталась дома. У нее болела голова, ныли тонкие кости полных ног. Это вышло не кстати, ведь нынче был ее праздник. «Мне сегодня 26 лет», — думала она, «и завтра уезжает Ганин. Он нехороший человек, обманывает женщин, способен на преступления. Он может спокойно глядеть мне в глаза, хотя знает, что я видела, как он собирался украсть деньги. И все ж он весь чудесный, я буквально целый день думаю о нем, и никакой нет надежд». Она посмотрела на себя в зеркало. Лицо было бледнее обыкновенного, на лбу под низкой каштановой прядью появилась легкая сыпь, под глазами были желтовато-серые тени, лоснистые черные платья, которые она надевала изо дня в день, ей надоело нестерпимо. На темно-прозрачном чулке по шву очень заметно чернела штопка. Покривился каблучок. Около пяти Подтягин и Ганин вернулись. Клара услышала их шаги и выглянула. Подтягин, бледный как смерть, в распахнутом пальто, держа в руке воротник и галстук, молча прошел свою комнату и запер дверь на ключ. — Что случилось? — шепотом спросила Клара. Ганин цокнул языком. Паспорт потерял, а потом был припадок тут, перед самым домом. Я едва дотащил его. Лифт не действует, беда. Мы по всему городу рыскали. — Я к нему пойду, — сказала Клара. Надо же его успокоить. Подтягин не сразу ее впустил. Когда он, наконец, отпер, Клара ахнула, увидя его мутное, расстроенное лицо. — Слыхали? — сказал он с печальной усмешкой. — Этакий я старый идиот. — Ведь все уже было готово. И нате вам. — Хватился. — Где же это вы уронили, Антон Сергеевич? — Именно уронил. Поэтическая вольность. Запропастить паспорт. Облако в штанах нечего сказать. Идиотина. — Может быть, подберет кто-нибудь? — сочувственно протянула Клара. — Какое там? Это значит судьба. Судьба не миновать. Не уехать мне отсюда. Так на роду было написано. Он тяжело сел. — Плохо мне, Клара. На улице так задохнулся, что думал конец. Ах ты, боже мой! Прямо теперь не знаю, что дальше делать. Разве вот в ящик сыграть?